Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Xiaomi Mi 9 SE. С приставкой SE телефоны получаются у компании неплохими. Не такими плохими, как если бы, может быть, их назвали версия Lite, где понятно сразу все облегченно. Нет, здесь Qualcomm Snapdragon, здесь Amoled-овский экран, здесь, в принципе, нормальные камеры, хотя фронталка мне показалась не такой хорошей, но опять же, с чем сравнивать, да и фронталка кому из нас она, по большому счету, сильно нужна. Но слабое звено, это батарея, которая чуть больше 3000 мАч. Не отключайтесь, посмотрите до конца обзор, а то, я знаю, многие пишут, фу, ни о чем, брать не буду. На самом деле телефон неплох, но и чем-то сильно не удивил. Такое двоякое впечатление. С одной стороны, это хороший, я не могу сказать, что компактный телефон, реально, потому что почти 6 дюймов в диагональ там 5,97, но по нынешним меркам это уже телефон кажется относительно небольшим. Представляете, мы дожили не то, что там 5,5 кажется уже небольшим, а уже таких и не делают, по-моему, а уже 6 дюймов уже относительно компактные. Притом, у него рамочки-то большие, но если вы поставите темную тему, темную тему, я имею ввиду не только темный экран, а еще и темную тему, когда вы нажимаете на настройки, на меню, и все в темном цвете, это красиво. Но рамочки есть, и рамочки не маленькие, конечно. Вот просто вам покажу, снизу, сверху, по бокам, притом он у меня в бампере, бампер давайте мы снимем. Вот, бампер в комплекте идет, рамочки есть. Но на этом, наверное, тоже заморачиваться не будем, просто показываю, рассказываю всегда, вывод делайте сами. Итак, экран. В принципе, я вам все уже рассказал, кроме того, что разрешение Full HD+, ну и понятно, что широкий вытянутый экран. Сверху вырез в форме капли, там фронтальная камера. Вот так вот все выглядит. Экран неплох, под себя можно настроить, настройки цветовой температуры есть, яркость достаточная, ничего плохого про экран вообще сказать не могу. Реально хороший. По корпусу телефона Gorilla Glass 5 защитное стекло. Сам телефон, кстати, 155 грамм, легенький, но основной за счет батареи. Понятно, что алюминиевая рама, понятно, что сзади стекло очень маркое, но это, в принципе, большинство секлянных телефонов отпечатки собирает очень. А так, если не считать выпирающего блока камер, который реально достаточно сильно выпирает из корпуса, то в остальном телефон, наверное, даже красивый. Хотя таких телефонов огромное количество и у разных производителей, они все действительно друг на друга похожи очень сильно, но что-то в нем есть. И еще раз скажу, несмотря на экран фактически 6-дюймовый, телефон относительно небольшой. Чудес никаких нет в плане кнопок управления, лоточек, ну в данном случае лоточек всего лишь 2 нано-сим-карты, карту памяти, к сожалению, вообще не поддерживает. Но выпускается телефон 4 гигабайта оперативный и 64 встроенный, либо 6 гигабайт оперативный и 128 гигабайт встроенный. В принципе, должно хватить большинству. Включение, включение кнопка громкости, такие приятные, тугой ход имеют, тут тоже вопросов никаких нет. Сверху есть инфракрасный порт и дополнительный микрофон. Снизу у нас динамик, динамик только один, никакого стереозвука здесь нет, но мы и не ждали, честно говоря, даже в Mi 9 его нет. Разъем USB Type-C, да и в принципе, наверное, все. Отмечу, что, как ни странно, телефон не сильно скользкий, то есть съезжает с руки, но не так активно, как другие телефоны, более-менее ухватит. В комплекте идет бампер. Простейший, но и на этом спасибо. Поговорим о камерах. Камеры в смартфоне 4. Основной блок из трех камер 48, 13 и 8 мегапикселей. Одна из них широкоугольная, одна камера умеет приближать, двукратный зум есть, и фронтальная камера на 20 мегапикселей. Ну, для телефона, который не является флагманом, наверное, качество фотографии назову, ну, все-таки хорошим можно назвать. Хотя, опять же, судите сами. Мне они не показались какими-то выдающимися. Честно говоря, и не должны были, для этого есть флагманы. Но все-таки свой собственный вывод сделайте, посмотрите. Примеры фотографий для вас всегда лежат под видео. Отмечу, что если будете фотографировать темное время суток, то если не поставите ночной режим, автоматика справится плохо. Здесь есть искусственный интеллект, лучше ставить ночной режим. В нем, на удивление, хорошо получаются ночные съемки. Вот практически как у флагмана. Что касается качества видео, то Full HD 30 fps пишет не очень хорошо, мягко говоря, даже, наверное, почти погано. Качество видео Full HD 30 fps. Стабилизацию проверим. Станция метро Маяковская. Что-то стабилизация не ахти, по-моему. Для разнообразия, да? Качество видео 4K. Также стабилизацию проверяем. Идем в одной руке телефон. Есть возможность записывать видео в 4K 30 fps несколько лучше. Опять же, посмотрите, вывод свой сделайте сами. Есть замедление, есть ускорение, есть вручной режим. По большому счету, есть даже искусственный интеллект, разумеется. Он не очень сильно, телефон отличается по функционалу от более дорогого своего собрата, от Mi 9. С камерой мы закончили, переходим к аккумулятору. Батарея, аккумуляторная батарея 3000, 070, 3100, даже меньше, 3070. Это немного, конечно, по нынешним меркам. И вначале меня это очень сильно напрягло. И, конечно, по факту, напрягся я не зря, потому что при активном использовании будет здесь AMOLED-дисплей, плюс Qualcomm Snapdragon 712, и здесь 712 и дракон, о нем сейчас подробнее расскажу. Ну, конечно, чуда не будет. Телефон не для того, чтобы гонять тяжелые игрушки, а, кстати, он очень даже неплохо тянет тяжелые игрушки PUBG Mobile. Он не на высоких, а вот там после этого идет уже не ультра, а между ними совсем высокие. Но ближе к максимальным настройкам, все галочки проставить, тени, все вот это, отлично тянет, без лагов, и это клево. В Antutu набирает 180 тысяч очков, что тоже неплохо. Но батарея, конечно, несмотря на то, что это AMOLED-экран и прокрутил почти 10 часов без перерыва видео на экране в режиме самолета, это очень круто. В реальности, конечно, часов к 6-7 там останется у вас процентов 15-20 в лучшем случае, если вы телефон даже не гоняете. В явный минус я это записывать не буду. Но, знаете, телефон чуть ниже среднего, у него автономность. Ну, о процессоре поговорим. Я вам, в принципе, уже, наверное, практически все рассказал. Он по 10-нанометровой технологии, старшие ядра до 2,3 ГГц, что неплохо. Видеопроцессор, здесь сам процессор кругом Snapdragon 712, видео Adreno 616, графика, и все очень-очень-очень хорошо. Это тот случай, если вы не хотите флагман, если вы не гонитесь за батарейкой, хотя тут же многие телефоны сейчас тоже не активы, огромные батареи стоят во флагман. Но если вам не так важно качество камеры, это уже такое плавное заключение идет обзора, NFC-модуль, кстати, есть, разумеется, то вот SE для вас будет хорошим вариантом. То есть здесь, в принципе, не хуже флагманского, ну, не хуже. Хороший экран, хороший дизайн, в принципе, нормальные камеры, ну, видео подхрамывает, но Mi 9 явно лучше видео пишет. Но в нем каких-то явных слабых мест нет, на мой взгляд, кроме батарейки. В любом случае, думать вам, выбирать вам. На мой взгляд, Xiaomi бы, конечно, могли бы сделать на него цену несколько ниже, в зависимости от того, где будете покупать. По Яндекс.Маркет он начинается где-то от 19500 до 24, стоит плюс-минус в версии 64 гигабайта, а 128 начинается где-то вообще там за 20. Опять же, цены актуальны Яндекс.Маркет, смотрите по ссылке под этим видео. Думать вам, на мой взгляд, ничего такого плохого я здесь не нашел, кроме батарейки. На этом у меня все, как всегда желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Если нравится то, что я делаю, ставьте огромный жирный лайк. Не нравится дизлайк, но лайки, конечно, лучшие. А я же не прощаюсь, а говорю до свидания. Счастливо. Продолжение следует... Продолжение следует...